Так, ну что, готов. Сейчас будем к контейнеру подключать Volume и сделаем так, чтобы все наши ноутбуки, которые мы вот тут создаем, появлялись где-то на нашей локальной машине. Вот, ну, желательно, да, мы хотим в нашей папочке Docker это сделать. Вот, смотри, для этого мы, вот, ну, первый раз с тобой видео, когда контейнер запустили, мы его с тобой запустили просто из непонятного какого-то места, вот, из тильды, да, ну, тильда это юзер означает просто, да, там и в Маке, и в Линуксе. Вот, конкретный юзер, вот, ну, как бы, но это не дело, как бы, тоже контейнеры хорошо запускать из папочек, то есть мы его сейчас контейнер с тобой перезапустим из докера. Поэтому, ну, вот этот контейнер давай сейчас убьем, вот, нажмем Ctrl-C, вот, раз он убился, вот, теперь я сейчас сюда в браузер зайду, вот, сюда перейду, видишь, он мне пишет все, connection field, как бы, контейнера нет больше, вот. Так, значит, сейчас я что сделаю? Я, ну, я это закрою, историю, вот, потом, ну, вот здесь у меня, здесь у меня сохранилось, где вот эта команда, которой я запускал контейнер, я ее сейчас возьму, вот, ну, можешь посмотреть, как там мы делали в видео первый контейнер, где эту ссылку, она гуглится. Вот, я ее сюда скопирую, вот, и сейчас, видишь, меня, кстати, здесь вот тоже вылагинило из, ну, как бы, я был внутри контейнера, а поскольку я его там убил, меня здесь тоже из него выкинуло. Вот, я сейчас здесь напишу clear, чтобы вот это мне все не мешало, видишь, оп, все чистенько, с чистого листа. Вот, теперь у меня, как бы, докер сейчас, да, я проверю просто, запустится ли он у меня отсюда, с этой папки. Я сюда курсор ставлю, нажимаю command enter, бум. Вот, смотри, видишь, он вообще за секунду запустился, потому что тогда, ну, первым видео все это скачалось, оно настроилось, собралось, теперь работает. И, кстати, здесь, смотри, прямо можно, видишь, смотри, command плюс клик, и ты прямо переходишь, ничего копировать не надо, вообще четко. О, смотри, видишь, ни одного ноутбука, ни файла, ничего не сохранилось, все, как бы, контейнер мы тот разрушили. Вот, теперь, значит, мы, ну, научимся делать volume. Ну, и, соответственно, пойдем в Google опять. Docker, я напишу, не знаю, volume, command line. Вот, я думаю, что вот это мне поможет. И здесь, вот, ну, уже на Stack Overflow нет, потому что, ну, это такая задача, ну, совсем, ну, как бы, базовая, тривиальная, да, мы с тобой на докере посмотрим. Кстати, видишь, у меня с ключом Dark Mode, вообще, очень кайфовый, на мой взгляд. Так, и что у нас здесь? Docker run. Я сейчас буду искать volume. Вот. Значит, что здесь у нас происходит? Вот, я вижу то, что это команда, либо, если с двумя дышами она вызывается volume, с одним, просто V, да. Вот, и тут написано, bind mount a volume. Окей, хорошо, здорово. Вот, давай посмотрим, как ее премаунтить вообще, какие там команды эти создаются. Вот, докер run, это нам знакомо, как у нас там, да. Вот, и дальше, и дальше, значит, вот, я вот здесь вот вижу. Вот, видишь, смотри, опять вот это двоеточие. Это значит, вот это путь на твоей локальной машине, а это путь на твоем контейнере. Окей, хорошо. Хорошо, давай вот скопируем вот этот, прямо часть вот этого вот штуки. К нам файлик. Вот, ну, поскольку она вот здесь, да, вот видишь, смотри, докер run, дальше и дальше идут все команды, которые ты приписываешь туда. Вот, а теперь, как бы, ну, я хочу, чтобы у меня, вот, ну, туда примонтировалась вот эта вот директория, в которой я нахожусь. То есть, ну, по сути, это мой ПВД. Да, то есть, ну, это активная директория. Вот, она у меня, как называется, users. Михайлов desktop folder. Вот, и, ну, как бы в целом, я могу, наверное, так и сделать. Я прямо ее возьму и скопирую сюда вот так вот раз. Чик. А здесь, да, вот через двоеточие, как бы, как бы, я говорю, что вот, пожалуйста, считай то, что у меня вот эта директория в контейнере, как бы, привязана к этой директории на локальной машине. И я сюда как раз-таки привяжу и вот этот вот home jovian, да, поскольку это, ну, я вот на, в контейнере в ней прямо и сижу. Так вот, раз. Вот, и, ну, давай, значит, тот, соответственно, контейнер надо перезапустить. Вот, здесь опять команд C, контейнер заглушили, да, проверим здесь, пойдем опять, это должно, уже оно не работает, да, если я нажму, все, нифига нет. И запускаем вот эту вновь созданную команду. Вот, она здесь, ну, это как бы одна строка, видишь, пять, а и дальше ничего нет, потому что VS Code он переносит, как бы, чтобы тебе удобнее читать было и вне тоже. Опять Ctrl-Enter нажимаем и смотрим, что получится. Бум! Смотри-ка, запустилась. И гляди, вот тут какая-то сразу появилась шляпа непонятная. Хороший знак, я думаю. Нажимаем опять Command-клик. Чик. Открыли и опа! Вот они. Наши файлики мы видим. Давай создадим ноутбук. Python 3. И давай его, ну, там, ну, назовем его, там, типа, Docker Test. Просто, чтобы точно уже было. Хоп! И смотрим, заходим сюда в папочку. И вот он на локальной машине. Да, если ты, если так, если ты, да, не веришь в VS Code, что здесь какая-то магия, ты можешь просто прямо вот сюда перейти. И вот он, докер. И видишь, вот она здесь появилась, появился этот ноутбук. Вот, и давай просто протестим, если я здесь что-то напишу. Там, просто, да, наш любимый Import Pandas SPD я напишу. Сохраню. Да? Вот, и теперь я проверю, как бы, если я контейнер сейчас заглушу, не удалится ли все равно вся эта история. Я нажимаю вот здесь в VS Code, в том терминале, где у меня запущен докер, нажимаю Command C, чтобы все это заглушить. Так. Иду дальше, значит, сюда. Все, мне этого, кернелла больше нету. Раз, опять тоже здесь закрываю. Вот, и, как бы, давай перезапустим наш вот этот весь контейнер. Вот так вот. Раз. Команд Enter. Хоп. Появилось. Заходим. И видишь, вот он, наш ноутбук тут как тут. С нашим любимым Pandas написано Import Pandas. Все. Теперь ты сможешь сохранить свои исследования. Там даже, может быть, модели свои. Вот. Все, что угодно. Вот. Смотри. Это уже что-то. И, в принципе, ты уже можешь, как бы, работать абсолютно. Теперь тебе нужно что? Тебе нужно научиться библиотечки устанавливать. Вот. Как раз в следующем видео об этом мы поговорим. Спасибо.